Мы находимся на стенде компании Лиан Ли. Это, скажем так, один из тех производителей корпусов, который задает моду, акценты, уровень качества и многие, у кого есть старые Лианы, так сказать, до сих пор счастливы и довольны. Давайте посмотрим, что они привезли на Computex 2018 и что тут есть интересного. Здесь на самом деле есть на что посмотреть. Дело в том, что Лиан Ли один из тех производителей, который ставит качество, уровень качества выше всего и это все хорошо видно в их продуктах. Здесь тяжело найти какие-то зазоры между пластиком и пластик на ощупь. Очень качественный, причем это не топовая модель. Если посмотреть на рядом стоящий корпус А011A, то видно, что он сделан под хорошую продуваемость. Он довольно-таки строгий, интересный и как же мне нравится, что они делают внутри. К сожалению, это все очень сложно проглядывается. Нельзя это так просто снять. Все плохо проглядывается, но там нет нагромождения непонятной фигни. Вообще, корпуса у них достойные, реально очень интересные. Вы понимаете то, о чем я говорю, то, я думаю, лайк в этом видосе поставите точно. Может быть, меня что-то проглючило? Я помню про систему жидкостного охлаждения Лиан 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 А011A, вроде их тут нет. Но есть вентиляторы. Есть концепты вентиляторов, проводочки с подсветкой. И есть стол Лиан Ли с Beats Power в системе жидкостного охлаждения на две системы Выглядит, конечно, это просто шикарно Но плюс еще, как смотрятся и светятся провода в блоке питания Помните, как я пытался в теории струн сделать светящиеся провода И как у меня ничего не получилось И внутри у нас стоит как раз-таки система жидкостного охлаждения от Лиан Ли Странно, что их нет конкретно на стенде Здесь у нас стоит кастомная система на базе Asus Мне нравится, что у них все Asus и тот же самый корпус Но просто все немножко по-другому сделано На данном у нас присутствует корпус Air Здесь видно, как все можно в нем установить Действительно очень интересное решение И я думаю, он, если бы появился у нас в продаже Он бы имел в какой-то мере успех Еще одна вариация такого же корпуса с немного другим строением Это все очень чудесно и выглядит довольно-таки интересно Еще одна вариация моддинга в корпусе Лиан Ли под NVIDIA Ну, как вы все понимаете, с каналами Правда, я бы запустил все-таки немного другую жижу, чтобы было видно Корпус в стиле Razer на железе Asus Я думаю, надо было ставить логотип не Razer, а именно Asus Выглядит все круто, плюс это каленое стекло, насколько я понимаю И оно подсвечено В эре подсветки есть свой шарм и свой интерес Еще один Лиан Лишний корпус Это очень-очень интересный и крутой кейс И на самом деле мне так импонирует, как здесь, на Тайване Развито все это корпусостроение и моддинг Сколько же тут крутых и необычных проектов Очень жирный проект на самом деле Такой увесистый И теперь мы можем еще глянуть на провода Вот они, эти светящиеся провода Это тефлоновый провод AVG18 Смотрится супер и у меня не получилось, к сожалению, сделать так Но это получилось у Лиан Ли Провода очень сложные и капризные в работе, к сожалению И их делать самостоятельно сложно Но тут они сделаны и готовы к цене Вопрос то, сколько они стоят Стенд Лиан Ли действительно интересный был И корпуса поразили своей строгостью, качеством И проекты были достойны Все на стиле, как я люблю Но мы идем дальше к следующему стенду Так что увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok